Знаете, твердое нет, значит нет. В общем, выгляжу, ну просто как. Путана. Но на сцене я усомнилась в себе. Это стоит очень сложно, но дорого. Не нужно ждать, что кто-то за тебя сделает что-то, чтобы ты был лучше. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 В этом конкурсе много говорится о доброте. Ты, в целом, очень добрая, очень чувствительная. Скажи, как ты думаешь, как добро должен нести каждый сучастник? Сейчас добро, оно, знаешь, скривлено. В добром видят зло, в злом видят добро. Я очень хочу, чтобы люди не помилялись и видели то, что чувствуют здесь, в середине сердца, своего мнения. И никогда не смогли, знаешь, помилиться. Это самое главное. Сейчас очень часто говорят о благодейности. Как это делать? А про это нужно говорить? Это нормально? В начале, когда мы начали какие-то заходы, люди боялись говорить про благодейные мероприятия, какие-то события. Но сейчас это нужно говорить, потому что люди потеряют свою людянесть. И если мы не будем говорить про это, а лучше еще и делать, то тогда мы чувствуем правильное добро. То, что блогеры делают это скрыто, это неправильно, важно говорить про это. Блогеры очень много доброго делают, но есть и те, которые скрывают и используют какие-то моменты заради подписчиков и охопления. Вот тут нужно разделять и очень внимательно смотреть. Но, поверьте, если блогеры что-то даруют безкоштовно, под сердцем, это счастливо. Знаешь, это очень хорошо, когда человек идет на какие-то моменты, которые даруют счастье, эмоции. Люди могут захотливать один одного. Но нужно быть внимательным, когда переходят какие-то границы. И мы же интервью пишем. На том же моменте. Вы понимаете? На одном и том же моменте. Блогеры. Я заметила, второй раз подряд на этом же моменте проходят люди. Люди перешкоджают, они не хотят, чтобы было какое-то добро, чтобы что-то произошло, я не знаю, как-то космово. Они просто втручаются в этот момент и руйнуют все, что мы с тобой намагаемося побудовать, поэтому не делайте так. Ти спитала меня про сукню, це сукня ось цієї чудової дівчини, дизайнера, вона робить такі красиві речі. Розкажи двох словах. Ми створюємо для жінок наш проект про любовь до жінок, про їхню неймовірність, про їхню консультацию. Як тобі прийшла ідея створювати красиво для жінок? Ця ідея народилася в Нью-Йорку, коли ми подорожували з чоловіком. Саме там я відчула бажання такої свободи, бажання робити те, що робить мене щасливою, що наповнює мене, а мене наповнюють щасливі очі, прекрасні, консультичні. Ви дуже ще дата оновита і дуже прекрасна дівчика. Я бажаю тобі успіху і я думаю, що в тебе точно все вийде, тому що Олена сьогодні не переваршується. У вас слепі, у мене просто прекрасні, не тільки я. В кожної сукні має бути історія. І в цій сукні народилися саме сьогодні. Цю сукню робили три дні, але ти не уявляєш, кожного дня ми додавали щось особисте. І от вночі сьогодні дівчата оброблювали цю сукню ось такими красивими просто аксесуарами. І ти побачиш ще, що вона створює. Це не єдина сукня, яку вона сьогодні нам покаже. Я хочу, щоб всі дівчата відчували ось цю жіночність, ось цю красу, ось цю чуттєвість і ось цю якусь неймовірно неземну чарівність. Які у вас враження від конкурсу? Ось цю хороше впечатління, на сьогодні. Красиві дівчі, красива організація, правильна організація, дуже все лаконично. Много. Красиві корони. Чи була у вас якась фаворитка? Ви знаєте, вони мені всі подобалися. Дівчі всі красиві, всі граціозні. А для мене дуже важна грація в жінчі. Тому було дуже важливо. Учити, що стоїш на сцені і бачиш їх постоянно, вони великі молодці. А що важливо воно справді на таких конкурсах краси? Краса? Чому важливо харизма? Держатися, просто держатися. Конкурс краси – це не фінальна точка в житті, однозначно. І це всього лиш етап, це сцена. Дівчі має це розуміти. В цей момент вони не конкурсантки, вони актриси. І треба прийняти це дуже правильно і з достоинством. Тому те, що я побачив сьогодні – низький поклон всім. Багато конкурсантів розповіли про те, що в житті вони зіштовхнулися з аб'юзом з боку чоловіків. Що би зі своєю чоловічою стороною порадити жінкам, коли вони зіштовхуються з такими речима? Що потрібно робити з першого жару? Ну, знаєте, твірдіе – нет, значить – нет. Аб'юз може бути разний, може бути фізичний, може бути моральний. Але ми всі знаємо – кожна дівчина сильніше любого мужчину. І ніхто мені не підтвердить обратно. Тому, якщо дівчина захочет сказати так, щоб отрізати, то вона зможе це зробити. Просто вона має, по-перше, полюбити себе і зауважати себе. І виборати себе – це найголовніше. Що ви виборали таким жінкам, якщо вони хочуть спробувати себе у такому конкурсі, але бояться? А чи хотіли б ви, наприклад, щоб ваша дівчина була був у такому конкурсі? Неважно, що я хочу. Що я хочу – це взагалі не важливо. Важно, щоб вона не вибрала. Я її підтримую. Доброго дня! Ви сьогодні в чудесному наряде. Расскажіть, хто пушив для вас? На самом деле, я считаю, що це дуже неприлична одежда. Це на самом деле длинна і красива юбка. Це твой день. Сделали мене, потім подарок, дуже активна грудь, дуже длинна юбка. Я її сьогодні взяла і підняла на верх. В общем, вигляжу просто як. Путана. Дуже гарно виглядаєте. Як вважаєте, в чому секрет такої красивої фігури і такої гарної зовнішні? Це я називаю «Путана стайл». Я сьогодні дуже хотіла, щоб мене не визвали на сцену, щоб я сидела так спокійно за столиком і тільки там щось робила, але мене визвали все-таки на сцену. А потім я ще сама визвала. Расскажіть про конкурс. Як вам конкурс? Очень. Очень интересно, коли люди радуються, коли у них просто слези на глазах от того, що це все происходит. Стільки радості і стільки щастя, яке впитують. Ти теж чувствуєш, що ти вважаєш до цього теж причастен. Ви маєте якусь фаворитку? Ви маєте якусь фаворитку? Сьогодні конкурс дуже багато про доброту, про те, щоб робити добрі справи. Як вважаєте, чи варто робити добрі справи на публіку, щоб це бачилося? Чи варто робити цим? Ви знаєте, це питання в питання. Тому що, якщо ти об цьому говориш, то все думають, що ти робиш п'яло. А якщо тебе так? А якщо ти не говориш, то це теж неправильно. Тому що є ж те, які хочуть брати тебе в приміку. Для мене це дилемма. Я стараюсь зробити менше обичину. Ну, так спрошую, розказую. Який має цю якостю дівчина, яка володіє цю думку королеви? Така я дажа бути королевою? Так. Звісно. Легка. Празднична. Умна. Греціозна. З большим красивим серцем, обязательно. Та, якоторе в нас обов'язково. Я считаю, що королева це цей момент таких особих качів. Але коли входит королева, все розуміють, що вона королева. Все розуміють, що вона королева. Вона королева. Поконка, стан, голос. Вон королева, все. А інші хочуть, але не звучать. Хочуть. І все роблять люди. І випадка чаю. І що вони роблять? Ти чусти? Знаю. Вони получаються. А як ви доглядайте за собою? Ви прекрасні форми. Ставлю ще раз. Я говорю вас, це фондолини йога. Фондолини йога. І дівочці после сорока уже нельзя їсти. Музика 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 Що знімаєте? Щас плануємо знімати детські передачі, знімати серіали, фільми, продовжати. Тобто в нас вже є перший фільм, який скоро виходить. Ми його віддаємо в прокат. В принципі, плануємо розвиватися далі. Як тобі в загальному конкурс? Музика 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 Була в тебе якась ховоритка можлива? Звісно. Болів за Меланію, ми особисто знайомі. Я знав, що вона побіде. Тобто це було очевидно. Що ти вважаєш важливо для жінки, коли вона бере участь у таких конкурсах краси? Бути херезматичною? Чи бути просто красивою? Чи мати якусь праву? Ну, чесно, я не люблю бути в журі пацієнтки жінки краси. Свої вибор я зробив. Вибрав свою супругу. Остальних жінки стараюсь не оцінювати. Але вважаю, що для них, мабуть, якісь речі важливі з розряду правильно себе подати. Як ти вважаєш, що важливо для відеографа, який тільки починає? Як масштабуватися, відкрити свою студію? Ні, в початку треба зрозуміти, в чому ти хочеш емоційно це робити. Стучатися в усі двері. І спробуватися розвиватися в цьому направлі. Підомо правильно себе продвігати. Тобто зрозуміти в якийсь момент, що ти вже достойний більше грошей. Лучше проєкти, не тормозитися. Ну і потім потрапити в класну команду, таку як Pastel Production. І все пойдет добре. А якщо не секрет, яка вартість у тебе зйомок? Наприклад, там, не знаю, якогось рекламного відео? Ну, стоимості різні, в зависимості від загрузки. Тобто ми вважаємо кожен раз, давя клієнту новий заказ. Тобто преміум ми теж зараз знімаємо. Ну, як би ми робимо повністю телеверсію. Тому сказати чітко, скільки. Це стоить дуже складно, але дорого. А мінімальне, яка може бути вартість? Ми стараємося стартовати від тисячі. Це в зависимості від задачі. Просто є роботи, які ми робимо іноді дешевле чуть-чуть, але це для дуже близьких клієнтів. Ви самі навіть, ні знед, ні піде. Тобто смневий щось утром, які емоції зараз. Ви ставте у мене просто радіозні емоції. Потому что все это время я была полностью уверена в том, что я иду к победе. Ну, у меня есть определенная победа, но на сцене я усомнилась в себе. И я подумала, что участницы тоже все достойны. И когда уже объявляли, то есть одну девушку приглашают, награждают корону, вторую, ленты, какие-то подарки, какие-то признания. А я стою, и я стала очень сильно переживать. И я понимаю, что у меня последний шанс, это обилизмироваться, вот это вот последнее место. И вы знаете, когда уже объявили мое имя, у меня произошел просто отвергнулся, мне просто хотелось плакать. Плакать и кричать. Потому что это, ну, это круто. Я думала, что, ну, какая разница, ну, подаденут корону, да, но я не ожидала. Когда мы работали с психологом во время нашей подготовки, нам об этих вещах проговаривали. Ну, я нахожусь все равно не знаю. А что еще цикавого было під час подготовки? У нас было где-то три месяца подготовки. Мы занимались актерским мастерством, мы занимались речью, постановкой речи. У нас моя работа, как я еще сказала, с психологом и со стилистом. А сейчас получало вас, ведь у нас такие конкурсы, красивые. А я вам расскажу. Я проработалась психологом. И я поняла, что я получила вот эту уверенность, любовь к себе. Потому что раньше я не шла на конкурсы только потому, что у меня было такое, что... Я считала, что я серьезный артист, что я... У меня высшее музыкальное образование, что я... Ну, как бы, вот есть конкурсы, как раз, например, вот эти красавицы, они глупые. Там все нечестно, там все как-то не так, а я выше всего этого. Но когда я проработала с психологом свои какие-то детские травмы, ну, то есть я как-то начала вот этот путь к себе, да, я поняла, что почему бы и нет, надо открываться каким-то новым возможностям. И я поняла, что я достойна. Я погадаю, что для вас даст этот конкурс «Красай Майбук»? Очень много этот конкурс даст для меня в будущем, потому что я планирую. Во-первых, я планирую заниматься подготовкой деятельности. Я планирую свою открыть школу вокала и помощь, где будут заниматься не только дети, которые будут приходить и платить деньги, но также дети со способностями, особенные деятельности, но тоже, которые мы хотели заниматься творчеством. Я также планирую написать свою книгу и, конечно же, представить Украину достойно на Miss Globe в Дубае, на международном конкурсе. Конечно же, представить нашу страну достойно. Украина, 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 украина. Украина, 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 украина – это не обязательно победа. Я не считаю так. Каждая девушка, она интересна своей индивидуальностью. У кого-то очень красивые глаза, у кого-то красивые волосы, кто-то нереально харизматичный, не обязательно иметь большую грудь. Можно там и с первым размером завоевать такие большие титулы, мировые короны. Многие женщины комплексуют, например, через свой низкий рост, або через какую-то отмирную вагу. Что бы мы порадили этим женщинам? Если мы, например, есть мрее выиграть конкурс красоты. Девочки, вы все прекрасны. До конкурса, например, у нас плюсайзов, приходят такие все скромные, такие, ну я не могу в купальники выйти. Приходят на конкурсы у кого-то высокий рост, у кого-то маленький, кому-то там 18, кому-то там 40 плюс. У нас не должно быть таких ограничений по возрасту, по весу, по росту. У нас женщины нереально красивые. Обязательно участвуйте в конкурсах. После конкурса каждая женщина чувствует себя мега уверенной. Она соглашается на какие-то другие проекты. Она понимает, что она может быть моделью работать, ходить по подиуму, фотографироваться. Обязательно участвуйте в конкурсах. А что вы с каким-то хейтом? Могут, например, подписчиками кто-то с мережью? Ой, в мою сторону хейта было очень много. Шоу-бизнес не твое. Иди в порно. Хоть там поживешь, поймешь, что такое бабское счастье и заработаешь. Большая грудь, большое декольте, полная очень. Я считаю, что хейтеры – это те люди, которые несчастные, которые сидят дома. Я вообще считаю, что надо любить людей, надо делать там плементы. У нас жизнь одна. Иссонии отрадят на какой-то негатив. И нам не нужно. А я бы не переживали, не захочевали за счет хейту. Потому что много людей боятся быть публичными, брать участие на таких конкурсах. Потому что они переживают за негатив, который на них может устигнуть. Я думаю, что негатив надо просто пройти, переступить это. Потому что негатив был, есть и будет обязательно. Кому-то не понравится. Я даже не знаю, цвет ваших помады, цвет ваших ногтей. Из-за этого переживать, не спать ночами вообще не надо. Кто-то там худой, кто-то низкий, кто-то полный. Все мы разные, все мы индивидуальные. И в принципе, на такое обращать внимание не нужно. И если вам что-то говорят плохое, запомните, есть люди, ваши близкие, ваши родственники, подруги, хорошие знакомые, которые скажут, которые вас поддерживают и люди, которые скажут, вы молодец, вы классная, иди участвуй в конкурсах, одевай красивые платья, не надо надевать спортивный костюм. Ты же девушка. И обязательно ухаживайте за собой. Знаете, я даже выхожу на улицу с макияжем. Ну, например, даже в магазин иду, я наношу макияж. Мне просто приятно идти и чувствовать себя уверенной. И, знаете, это уверенность, у каждой женщины должна быть уверенность. Когда есть уверенность, это очень чувствуется. Люди видят, они даже вам, даже если у вас что-то будет не так, да, там, не знаю, душ потекла, они вам этого не скажут, потому что, ну, вот такие, а ну потекла душ, ничего страшного. А то там пошла стрелочка на колбасках, тоже ничего страшного. И люди видят, что вы не реагируете на них, не хейт, и они уже, знаете, опасные, что-то говорят плохое. Сделилась ваша жизнь в песнях, вот. Ну, я не знаю, у меня, как бы, всегда такая была бурная жизнь, я люблю, я такой человек, я катаюсь на велосипеде, я упала и боржу, и путешествую, и, да, и хожу на мероприятия, хожу в кино, хожу в театры, и, в принципе, может быть, чуть-чуть больше мероприятий не стало, ну, несмотря даже на нашу ситуацию в стране по ковиду, а у нас все равно такие вот такие прекрасные мероприятия, там, вообще, вакцинированные. Саша, приятного аппетита! Витаю вас с организацией конкурса. Чи все удалось вам, чи все было так, как вы ожидали? Ну, я так могу сказать, нам удалось все, и даже максимум. Я могу сказать, что я проводила разные мероприятия, но мне сегодня утром сказали, ты знаешь, когда ты ходишь на чужие мероприятия, ты там получаешь удовольствие, на своих ты работаешь. Вот я могу сказать, я сегодня получила максимальное удовольствие на своем мероприятии. Чи плануете робить такий захід наступного року? Могу точно сказать, что каждый год я делаю новые мероприятия. В этом году мы совместили конкурс и премию. В следующем году мы подумаем, как мы это будем делать, но у нас еще два топовых мероприятия, поэтому следите за нашими новостями. И также мы планируем еще международные конкурсы. Мы только вот прилетели из Дубаи, из Fashion Week. Сейчас планируем Милан, Монако, поэтому у нас большие планы. В Дубаи на Fashion Week вы были в роли модели. Как вам была такая роль? У меня была двойная роль. Мы возили группу. С нами было 12 участниц модели. И я была как и организатор, и из СМИ от Ассоциации Королев, и нашего канала Queen's Time, от канала Н-Рейтинг. И также я была как модель. Могу так сказать, так как я все время занималась и участницами, была как модель, то это было не так просто. Но я вам могу сказать, это большой колоссальный труд. Есть всегда обратная сторона, да, медали, обратная картинка. Это большой труд. Чи гарно справились учасницы цьогоречного конкурса? Ой, вы знаете, в этот раз была такая у них мощная подготовка. Последние две недели с ними работала Ирина Дюденко. Она их прямо уштровала, наших девочек. Это был такой труд. Вчера у них была репетиция 8 часов. И я могу сказать, что они справились. Они выдали ту картинку, которую мы хотели. Они большие молодцы. Вот сегодня я картинка довольна на 100%. Они сделали все схемы, которые были видно. Это было очень красиво. Это было именно потрясающее шоу. Не просто конкурс красоты, а действительно шоу, на которое хотелось самой смотреть. Чи все участники конкурса при подготовке нормально долали усі випробования, которые были на их шляху? Чи не было никаких скандалов, например, або претензий? Ну, скажем так, скандалов и претензий не было. Но девочки, знаете, это такой, как маленький забег лошадки. То есть они шли, спотыкались, шли, спотыкались. Им было непросто. То есть это репетиции по 5-6 часов. То есть это же такая внутренняя подготовка. Но в конце девочки справились с всех. Они были все на высоте. Вот просто молодцы. Я горжусь ними. Переможница конкурса. Что вона в будущем будет работать? Первое, что наша победительница едет в Дубай. Она будет получать главную корону от конкурса Grand Queen Ukraine. Также наша победительница получила роль в фильме от режиссера Илья Волох. Поэтому у нее дальнейшие планы на целый год расписаны. Вы являетесь прикладом для богатю. Как вы вдосконалюете себя? Как стать лучше с каждым днем? Я одно могу сказать. Но прежде всего это к себе очень требовательное отношение. Не нужно ждать, что кто-то за тебя сделает что-то, чтобы ты был лучше. Безусловно, это постоянная работа и желание. Но самое главное желание. Желание раскрывать себя. Желание быть лучше. Желание быть новой. Желание быть интересной. Менять образы. Менять какие-то стилистические свои внешние данные. Я имею в виду изменить как-то прическу. Макияж поменять. Может быть стилистические одежды поменять. Но самое важное это все-таки организация себя. Это любить себя ухоженно. Знаете, не минутное действие. Не одноразовое действие сходить к косметологу. Или прибегнуть, допустим, к услугам каких-то специалистов, чтобы они тебя сделали вдруг резко более молодой, более свежей, более яркой, более интересной. А как бы ставить сюда инъекции? Знаете, если это все с интеллектом, да. На сегодняшний день каждая женщина хочет оставаться дольше моложавой, дольше эффектной, дольше привлекательной, дольше интересной, становиться новой. И, безусловно, есть разные методики у косметологов для того, чтобы сохранить молодость, сохранить качество кожи и, соответственно, сохранить личность и индивидуальность. Но иногда, конечно, молодые девушки и женщины увлекаются и считают, если есть тренд, есть предложение на рынке у косметологов, какой-то ряд приемов технических, технологических, они их используют и очень сильно увлекаются. Что это дает им? Ну, один минус, который я не могу смириться и каждый раз говорю, теряется индивидуальность, теряется личность. Мое отношение, я считаю, лучше регулярно ходить к косметологу, ухаживать постоянно за собой, заниматься активной нагрузкой физической в любом виде, как это комфортно, как это нравится. Самое важное, все, что ты не делаешь с собой, тебе это должно нравиться. Это должно нравиться, это должно доставлять удовольствие, это должно тебя вдохновлять. И ты должен чувствовать, что ты становишься интересным и привлекательным, тебе делают комплименты, ты нравишься сам себе, тебе интересно меняться. Тебя это увлекает, и тебя это развивает, и тебя это точно так же вдохновляет и является, в общем-то, мотивацией для самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok